Здравствуйте! В эфире Инсталайв для абитуриентов. Меня зовут Надежда Мещерякова и сегодня у нас в гостях Институт управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Сегодня вы узнаете о приемной кампании 2021 года и сможете задать свои вопросы о поступлении, особенностях образовательных программ в учебном процессе. Ну что ж, на ваши вопросы сегодня ответят Горелова Юлия Николаевна, заведующая Центром магистратуры. Здравствуйте! Добрый день! А также Улингов Руслан Анатольевич, ответственный по вопросам приема Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Дорогие абитуриенты, заходите прямо сейчас в аккаунт КФУ и задавайте свои вопросы. Ну а мы приступаем. И первый вопрос звучит так. Какие документы нужны для поступления? Для поступления набор документов он стандартный, уже много лет не меняется. Абитуриенты из России поступают, подают копию паспорта и документ об образовании. Аттестат, диплом среднего профобразования, диплом о высшем образовании или диплом магистра. Других документов для приема не требуется. Да, мы попросим вас предоставить копии ИНН с НИЛС для того, чтобы внести их в систему, чтобы потом вы спокойно могли получать стипендию. А для приема паспорт и аттестат. Скажите, а в этом году можно ли подать документы оффлайн? Да, особенность приема нынешнего года такова, что прием так называемый гибридный. Абитуриент может приехать подать вживую, также может подать и онлайн. По подсчетам приемной комиссии, по планам предполагается, что процентов 70 все-таки же онлайн подают. Ну вот и процентов 30 ждем в оффлайн режиме. Мы уже готовы пообщаться с нашими абитуриентами вживую. Я думаю, вы согласитесь со мной, что многие студенты, точнее не студенты-абитуриенты, и, наверное, практически все, очень переживают по поводу самой процедуры приема документов. И в связи с этим вопрос, проходит ли у вас консультация? Консультации проходят постоянно, как по приему документов. Двери нашего института, они открыты постоянно в рабочее время. Абитуриенты приходят. Я думаю, что такие больше переживают, наверное, не абитуриенты, а их родители. Вот родители — это самые категории переживающие абитуриенты. Как правило, они уже думают, что все знают или на самом деле все знают, и вопросов у них не так много. А вот родители задают, как правило, намного больше вопросов, чем абитуриенты. Теперь многоступенчатый вопрос. Самое главное — это, конечно же, сроки, потому что если опоздаешь, то не поступишь. Расскажите, пожалуйста, о сроках поступления. Когда начинается прием и до какого числа он продлится? Когда можно будет узнать списки поступивших и где их можно будет увидеть? Итак, прием иностранцев уже стартовал 1 марта, то есть прием уже идет, уже в полную кипят экзамены, то есть жизнь абитуриентов уже полным ходом завертелась. Ребята из России начинают подавать документы в это воскресенье. То есть те, кто уже получил аттестат, у кого есть диплом, они уже могут в понедельник подавать свои заявления. Особенность такова, что изначально в правилах приема срок приема заканчивался 24 июля для абитуриентов, которые поступают с ЕГЭ. Сейчас произошли смещения сроков, прием документов, прием заявлений, если быть точнее. Документы уже студент принесет во время учебы. Прием заявлений происходит уже до 29 июля. Один момент. Те, кто имеет право на внутренние испытания, это абитуриенты иностранцы, абитуриенты, имеющие диплом в среднем профобразовании. Они должны подать заявление до 6 вечера 10 июля. Если они поступают на бюджет, потому что с 12 июля уже начинаются наступительные испытания. 29 июля все, стоп, прием заявлений заканчивается и уже начинается процедура изменения заявления согласия. Это такой самый важный документ, который является заменой по сути оригинала документа. Заявление о согласии только три раза можно поменять. И это делается... Кто поступает по квоте, это целевики, это льготники, инвалиды, они до 4 августа подают согласие. И 6 уже мы выпускаем приказ о зачислении. Места, которые после выхода приказа особой квоты остаются, они согласие подают, меняют согласие, напомню, не более трех раз, это очень важно, до 11 августа. Далее, недельный перерыв на обработку заявлений абитуриентов, так как абитуриенты по неведению или поведению подают согласие не в один вуз, а в два или даже в три. Вот в прошлом году с такой проблемой мы столкнулись. Неделя на выявлении вот таких вот дубликатов. И 17 августа уже выпускаем приказ на бюджет. Он один, одна волна, вот это особенность приемной кампании нынешнего года. Двух волн нет, как было всегда, к чему все привыкли. Одна волна и 17 августа одним махом закрываем приказ на бюджет. Дальше уже контрактные приказы до 30 августа. Это по бакалавриату. Что касается магистратуры, то, как уже было озвучено, прием документов и вступительные испытания у иностранцев идут полным ходом. В частности, вот первая волна состоялась 15 июня. Вторая волна предполагается в июле. И основная, как мы ее называем, волна вступительных испытаний, это начало августа. Если быть точным, это 2 и 10 августа. Документы можно также подать до 29 июля. До 29 июля это последний день приема документам по всем формам обучения. Далее по расписанию, которое вы отслеживаете на сайте приемной комиссии, проводятся вступительные испытания. На них я о том, из чего они состоят, расскажу чуть позже. Хорошо, скажите, если уже остановились на магистратуре, если мы говорим с вами именно о документах, отличаются ли они чем-то от бакалавриата? То есть, такие же документы или какие-то изменения? Что касается документов, меняется документ об образовании. То есть, если мы поступаем на бакалавриат, то мы предоставляем аттестат о среднем образовании, либо документ об окончании СПО. Если мы говорим о магистратуре, то в этом случае набор документов тот же, но вместо аттестата о среднем образовании вы предоставляете диплом бакалавриата, либо отечественного вуза, либо зарубежного. Если это зарубежный вуз, то это документ нотариально заверенный и переведенный. Скажите, а какие программы есть именно в магистратуре? Мы реализуем очень много программ, и это 8 направлений. В институте реализуются программы по направлению экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, управление персоналом, финансы. Далее следуют, казалось бы, нетипичные для нас направления, но тем не менее мы не менее успешны. В них это картография, география и природообустройство и водопользование. Спектр программ в рамках каждого направления также широк, причем мы говорим как о профилях, так и о формах обучения. В частности, если это экономика, то здесь у нас одна из наших топовых программ – это аудит и финансовый менеджмент. Это программа, где есть бюджетные места, и в то же время это программа, которая имеет аккредитацию Международной ассоциации АССЕЙ, и традиционно она пользуется большой популярностью у абитуриентов. Кроме аудита и финансового менеджмента, мы также реализуем подготовку в рамках направления экономика по таким профилям, как экономика и управление организацией, отраслевой аспект, финансовая аналитика, бухучет, учет, аудит и финансовый консалтинг – эта программа реализуется в заочной форме, а также финансовые технологии и анализ данных. Что касается менеджмента, здесь также выбор широк. Итак, начнем с программы «Общий стратегический менеджмент». Данная программа позиционируется как программа двух дипломов, и она реализуется на английском языке. Почему двух дипломов? Потому что, обучаясь на ней, вы имеете право по конкурсу принять участие в отборе, и в случае, если вы его проходите, то вы либо семестр, либо год обучаетесь в ВУДе-партнере. Это Гиссонский университет в Германии и Лаперанский технологический университет. Кроме общего стратегического менеджмента, у нас также есть финансовый менеджмент, маркетинг и поведение потребителей, бизнес-менеджмент, который реализуется, кстати, в двух формах – в очной и в очно-заочной. И достаточно специфичная программа, но, тем не менее, она также пользуется популярностью – это управление проектами в сфере социального предпринимательства. Что касается госмуниципального управления, то здесь одна программа – государственная политика управления. Также одна программа по направлению финансы и кредит. Это финансы, она реализуется с применением дистанционных технологий и также заслуживает внимания абитуриентов. Кроме того, одна программа по управлению персоналом, управлению человеческими ресурсами. И у нас есть программы по природообустройству и водопользованию. В этом случае мы говорим о программе «Урбоэкология». Она реализуется в заочном формате. И безопасность и реабилитация территорий природных и техногенных катастроф – это программа очная. Что касается географии, то это одна программа в очном формате экономической географии и пространственной развитии территорий. И программа по картографии – геоинформационные и космические технологии в экономике и управлении. Она реализуется как в очном, так и в заочном формате. Хочу обратить внимание, что на последних трех направлениях – это природообустройство, картография, география – есть достаточно большое количество бюджетных мест. Поэтому, если абитуриентам эти направления интересны, то милости просим. Поучаствуем в вступительных испытаниях. Интересный вопрос, который поступил от наших зрителей. Достаточно длинный, поэтому слушаем внимательно. Увидела на сайте университета, что для некоторых профилей программы «Менеджмент» нужны такие предметы ЕГЭ. «Русский язык, математика, общество знания, дробь, иностранный язык». Что означает «косая черточка»? Значит ли это, что можно поступить на эти специальности, сдав русский язык, математику и иностранный, без общества знания? Абитуриент, видите, он сразу же сам все понял. Одна из особенностей приема нынешнего года – это ведение так называемых альтернативных экзаменов. Если через слэш мы видим другой экзамен, абитуриент вправе выбрать, с каким экзаменом поступать. Русский язык, математика, например, на менеджменте – это экзамены обязательные. А вот общество знания или иностранный язык абитуриент выбирает сам. Это вот его привилегия. Зрители наши активизировались. Следующий вопрос – когда день открытых дверей и есть ли он вообще? Все, открывать двери уже поздно, надо уже подавать документы. Итак, мы открыты, двери открыты постоянно. Уже не на Бутлерово-4, а в приемной комиссии с понедельника. Спокойно приходите по адресу улицы Кремлевской, дом 35, и дверь открыта с 8 до 6. Приходите, мы будем рады с вами пообщаться. Но уже не в рамках нашего института, не на Бутлерово-4, где основное наше здание. Теперь давайте поговорим об условиях проживания студентов. Как и когда происходит заселение первокурсников в общежитии? Заселение происходит уже после выхода приказов. То есть будет график на сайте приемной комиссии, будут телефоны контактные. Но одно могу сказать с уверенностью, в чем бонус привилегиков у всех первокурсников. Независимо от формы обучения, контракта или бюджета, все получают кое-какое место в деревне универсиады. Это 100%. А вот уже дальнейшее проживание, также правила стандартные. Вы будете набирать баллы за проживание, нельзя хулиганить, нужно помогать участвовать в жизни института. И уже от баллов, которые вы наберете, ну и будет зависеть, где вы будете жить, в каком общежитии. У нас их много, но все от вас уже в дальнейшем зависит. Первый курс, все 100% проживаем в деревне универсиады. Пишет наш зритель. Я слышал, что в КФУ можно учиться по программе «Капитаны». Это правда? Да, есть такая программа «Капитаны». В прошлом году она стартовала. Набирается она в рамках направления «Менеджмент». Отдельный профиль, профиль «Капитаны». Называется правильно профиль предпринимательства. Но набирается данная программа под эгидой «Капитаны». Это стартовало в Плешке. Условия будут такие. Все абитуриенты будут оповещены о возможности прохождения обучения и тестирования. При условии успешного прохождения тестирования скидка 15 тысяч рублей. И обучение по программе «Капитаны». Все, кто поступает на профиль предпринимательства, об условиях этой программы дополнительно мы будем оповещать. Речь идет, еще раз повторюсь, о скидке 15 тысяч рублей за первый год обучения. Следующий вопрос, который волнует очень многих. Нужно ли сразу подавать документы и на бюджет, и на коммерцию, если не уверен, что не попадешь на бюджет? Лучше подавать и на контракт, и на бюджет. Хотя есть такое мнение, что если я подал на контракт, то на бюджет меня уже не возьмут. Это совершенно неправильно. Отбирает не человек, а машина по баллам. Может так получиться, что подает только на бюджет, а на контракт вы подать не успели, и прием завершился. То есть 29 июля прием завершается. 11 августа стало понятно, что вы не проходите на бюджет, а на контракт подавать уже нельзя. Поэтому лучше подавайте и на контракт, и на бюджет. Это все равно, в любом случае, это одно заявление из пяти возможных. То есть одно направление, контракт, бюджет, очно, заочно. Это все считается как одно заявление. Поэтому нужно максимально все заявления использовать. Подавайте на контракт и на бюджет. Так будет более правильно. А как проходят экзамены у иностранцев? Экзамены у иностранцев такие же, как и у россиян. Отличий нет. То есть можно заявиться на онлайн-экзамен, если вы в России, и от Казани не очень далеко, и для вас приехать в Казань это не проблема. Но стоит сказать, что первый день, когда сдавали русский язык, порядка 300 человек, только один человек пришел вживую. Все остальные сдавали онлайн. То есть у нас в группе писал один абитуриент, что я четко получил информацию, что для поступления на бюджет нужно приехать в живую к УФУ. Это неправда, дорогие друзья. И на контракт, и на бюджет можно поступить по онлайн-экзаменам. Но выбор ваш, вы можете приехать и сдавать экзамены оффлайн. Это либо кладет, это магистратура. Это касается любого уровня образования. Следующий как раз наш вопрос был по поводу иностранцев и их въезда на территорию России. И спрашивали про то, есть ли какой-то особый алгоритм действий. Особый алгоритм есть у студентов, которые въезжают после пандемии на территорию России. Для абитуриентов мы будем надеяться, что особого алгоритма не будет. Все, кто поступил, кто находится в приказе о зачислении, они смогут ехать на территорию России. Но понятно при условии, что откроются границы и что рейсов будет достаточно. Но даже если вы не успеете приехать к первому сентябрю, это не проблема. То есть в течение первых дней, недель учебы мы будем вас ждать. Особых условий не будет. По крайней мере, пока особых условий для абитуриентов и студентов первого курса нет. И сейчас мой любимый вопрос. Я очень люблю его задавать абсолютно всем представителям институтов КФУ. по поводу Олимпиад и учета каких-то индивидуальных достижений студентов. Может ли это как-то помочь? Да, вопрос на самом деле правильный, интересный. У нас есть абитуриент, который уже неделю ждет этого ответа, пока мы ему дать не можем. Есть мероприятия, которые четко в правилах приема уже прописаны. Итак, это чемпионы Олимпийских игр, Сурд Олимпийских игр, призеры и победители чемпионата Европы. Но таких, прямо скажем, мало. Но четко. Пять баллов дают красный аттестат, то есть приложение медали. Это очень много. Два балла – золотой значок ГТО. Это четко определено. Это участие и призерство в конкурсе мастерства Абилимпикс. И вот самая главная неизвестность – это формируется Минобором огромный перечень мероприятий, которые дают баллы. Пять баллов – это победители и три балла – призеры. И, к сожалению, данный перечень пока окончательно не утвержден и на сайте приемной комиссии его нет. Но мы точно можем сказать по информации инсайдерской, что все мероприятия, проводимые КФУ – это конференция Лопачевского, это наши Олимпиады межрегиональные. Как было раньше, пять баллов – это победа, три балла – призерство. Но пока официально данной информации на сайте приемной комиссии еще не объявлено. Вот мы ждем прямо в ближайшее время, что Минобор перечень включает в себя более 200 страниц или 600 мероприятий, которые дают баллы. Так что вместе мы с вами ждем, когда эти мероприятия на сайте приемной комиссии официально уже будут обозначены. Ну что ж, я думаю, про бакалавриат мы уже достаточно узнали. Давайте теперь плавно перейдем к магистратуре, ей же закончим. Юлия Николаевна, что добавить можете? Продолжая ответ Руслана Анатольевича, я бы хотела сказать об учете индивидуальных достижений при поступлении в магистратуру. Здесь мы можем говорить о призерах и победителях Олимпиады для поступающих в магистратуру «Я магистрант КФУ». В этом году ребята активно участвовали, и здесь у них есть возможность у победителей, да, их результаты могут быть приравнованы к наивысшим набранным на вступительных испытаниях. Что касается призерства, то они могут быть учтены в качестве вступительных. Поэтому ребята, кто участвовал и кто получил статус призера или победителя, у вас есть право претендовать на бюджетные места в рамках конкурса для поступающих в магистратуру. Спасибо огромное. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня были Горелова Юлия Николаевна, заведующая центром магистратуры, а также Улингов Руслан Анатольевич, ответственный по вопросам приема Института управления экономики и финансов Казанского Федерального Университета. Ну что ж, друзья, это был Инсталайф. Большое спасибо вам за то, что пришли. Большое спасибо вам, дорогие абитуриенты, за то, что вы задавали вопросы. Будем вас ждать на следующей неделе, или же завтра, или послезавтра, когда вы хотите и когда мы сможем. В общем, на этом все. Спасибо. Это была Надежда Мещерякова. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»